Домашка Сноу Ага, я знаю, ну смотрите, ребята, на самом деле, мне кажется, если мы говорим про игру, тоже наверняка небольшая часть слышал об этом проекте. В принципе, Домашка Сноу это часть проекта Домашка 2020, то есть это новый сезон, как говорится, это наша мини-смена такая, проект, в котором школьники 14-18 лет будут, как обычно в наших проектах, формировать навыки в медиа, оттачивать их на практике в любом случае, учиться, играть в сюжете и делать море контента. Знаю, что такое контент. Да, много контента и, естественно, развивать, так скажем, наше новогоднее настроение в нашей новостной повестке. Так, сколько длится, ну я не знаю, там смена, курс, сколько по времени? По времени у нас проект будет с 14 по 25 декабря, то есть это прям предновогодние такие жаркие денечки. Естественно, не просто так придумали мы эту всю историю, потому что в любом случае сейчас достаточно много ограничений, мы хотим немножко оставаться дома, но при этом с пользой проводить время. Это курс, правда, как вы сказали, это курс, который составляет себе 5 уроков общеобразовательных, да, про одну основную направленную тему в медиа и будет 3 крутых вебинара от федеральных экспертов уже из Москвы и Питера. Так, кто эти эксперты? Давайте заинтересуемся. Ну, это интрига на самом деле. У нас всегда есть история про то, что мы запрашиваем у наших участников, кого бы хотели услышать. То есть я могу сказать, кто был в прошлый раз, да, допустим, например, ребята Picture, RedKids, думаю, что кто в креативной индустрии понимает. Россия сегодня, пиар-директор Зенита в том числе выходил в эфире к нам. Да, и сейчас пока что мы сдерживаем интригу до старта официальной заявочной кампании. Ну, и так, вот я ученик, 14-18 лет. Как к вам попасть? Можно же, можно ли достучаться вот сейчас? Очень просто. У нас сегодня уже появится в наших группах и в социальных сетях, получается, ссылки две, даже их будет на регистрацию. То есть, во-первых, конечно же, нужно быть подписчиком проекта Домашка. Группа ВКонтакте, наша основная социальная сеть, площадка, платформа, просто хэштег Домашка убиваете. Вам сразу же появится в сообщество именно целевое. И там две ссылки. Первое, если ты индивидуальный участник и ты можешь самостоятельно, да, спокойно, уверен в себе, участвовать в проекте, развиваться каким-то образом и делать итоговые продукты, регистрируйся по одной из ссылок. Если у тебя участие командное, ты желаешь собрать команду или у тебя уже имеются недомышленники, и от пяти до десяти человек спокойно собираетесь, решаете, разбиваете роли в команде и также регистрируетесь по ссылочкам, как обычно. Онлайн-формат расширяет границы, да, то есть здесь уже мы не зависим от какого-то там кабинета или аудитории. Сейчас кого вы принимаете? Я так понимаю, ХМАО? Обязательно. УРФО в целом, то есть ХМАО, ИНАУ, Тюменская область, муниципалитеты. С нами в прошлый раз уже был Челябинский, Курган и Свердловская область. Сейчас мы тоже рады видеть ребят из ближайших регионов. Конечно же, будет классно, если вся Россия с нами будет работать в этом направлении, но будем смотреть, пока мы хотим в теплоте здесь рядышком поработать с ближайшими регионами. Домашка – это молодой проект? Или он уже зарекомендовавший себя среди школьников? Домашка… Не скажу, что… Как молодой, как я. Домашка… Ну, Домашке два года, но за эти два года мы провели уже, так скажем, пять сезонов, проекта. То есть он достаточно популярный, иначе бы он не проходил так часто. А популярен он был среди тюменской молодежи, то есть, по сути, школьники, особенно там российское движение школьников, ребята, которые с нами каким-то образом участвуют в проектах, они любят его, понимают, он зарекомендован. Некоторые о нем не знают, но если бы ты о нем узнал, если ты школьник с 18 лет, то потом тяжело будет забыть. Ну, сейчас через одного. Это вайнеры, блогеры, влогеры и так далее. Этот проект поможет вот молодому школьнику, да, в продвижении, допустим, своего аккаунта, каких-то идей и так далее? Всегда, да. Нет такого сейчас, нет нацеленности, направленности конкретно на развитие личных блогов сейчас, да, в этом, например, даже сезоне. Но все аспекты, которые изучают, в принципе, на наших образовательных курсах в рамках Домашки, ну, они все говорят про тренды всегда. Да, то есть ты себе уже мотаешь на ус, записываешь определенные, так говорится, пометочки и используешь потом в повседневной своей блогерской жизни. Я, кстати, тоже бы мог быть экспертом и, чтобы подсказал молодежи, знаете что? Пожалуйста, прикрывайте лодыжки, сейчас холодно. Но этот тренд мы, как люди более старшего поколения, не можем им такого советовать. Итак, если, подытоживая, куда обращаться, кому писать, чтобы поучаствовать в этом увлекательном проекте? Единственная площадка платформы, которую очень легко найти, это сообщество ВКонтакте, хэштег Домашка. Если появится ссылка, будет вообще прекрасно. И личные сообщения этой группы, вся стена этой группы, она для вас полностью проинформирует вас обо всем. Нечего бояться. И там есть контактики в том числе. Обращайтесь. Вы рады всем? Да. Ну что ж, дорогие друзья, все молодежь, школьники, 14-18 лет, все на Домашку. Вот эта Домашка, я понимаю, ее делать можно с любовью и хоть каждый день. Вам спасибо огромное за беседу, хороших учеников, ну и, конечно, чтобы смены продолжались и Домашка отмечала десятилетия, 15-20-летия и так далее. Вам спасибо огромное за беседу.